Мы видим другое решение, как это работают литовские режиссеры и продюссоры. И продюссор эту историю сделал от того, что он говорит, ну, я много работаю с поликино. Он продюсирует, режиссирует и все время у него, он не бывает дома. Он живет 100 километров от Лимуса в городе Хауна. И постоянно говорит, мои дети меня не видят, я все время в работе. И это как будто это компенсация этой фирмы, эта история, которую я сделал, как будто это компенсация моим детям, которые постоянно не видят отца. Отец работает. Как видите, эта история имела подлинный вариант, немножко похожий на эту историю, которую сочинили, сочинил живый на основном образе. Но она такая история была. Она такая девушка, которая сбежала, которая фантазировала, которая искала своих родителей. Прекрасно, видите, играет Джессика, эта маленькая девчонка, которая будущий профессиональный танцовщик-балерина. Ее преподаватель тоже прекрасная актриса театра кино. Самый главный герой – это профессиональный музыкант, который играет и много песен его здесь исполняет, исполняется. Он не актер, больше, наверное, певец, популярный певец в мире. Он такого сыграл, ну, немножко такого, который все-таки, когда львов побеждает, он становится немножко другим, чем был прежде всего. И еще что еще интересного. Интересно, что этот фильм имеет два варианта. Это легкий вариант, без наркотиков, без курения. Для семьи такой вариант. И немножко такой жесткий, с этим фильмом, который не очень хорошо влияет на маленького. И эти два варианта они мне тебе показывали. И это было очень интересно сравнить, как шли в одно, в один вариант смотреть его и во второй вариант. Это когда было, когда родители с маленькими детьми ходили в легкий вариант, и потом уже на больший вариант, те, которые любят этого певца, ходили на тот жесткий вариант, как будто жесткий. Но он такой, наверное, не жесткий. Ясно. Так вот такая история. Бывает в жизни. Любовь побеждает. Да. Согласен со мной. Да. Да. Все неплохо. Так это был мягкий вариант? Нет, это был жесткий. Ну, жесткий там только начальная сцена. А потом, в принципе, там уже все. Да. Начальная сцена. Да. Ну, актер очень харизматичный. И я думаю, что это большая звезда, наверное, в Литве, да? Певец. Ну, он певец. Ну, я понимаю, да, но он очень харизматичный. Да. И он прекрасный актер. То есть я понимаю, что это он... Даже не подумаешь. Да. Да, да. Нет, ну понятно, что он музыкант. Это видно сразу, как он берет гитару. Все это понятно, да. Вот. Единственное, что, в принципе, он заявлен как панк, да? А у него все же здесь больше поп по музыке, да. Да. Но это не мешает, потому что это легкий фильм, да. Да. Поэтому, да, восприятию это абсолютно не мешает. Но просто действительно очень харизматичный вот сам актер. Он так притягивает к себе внимание. И я думаю, что, в принципе, режиссер взял, он использовал такой уже абсолютно отработанный вариант, беспроигрышный. Это то, что когда-то сделал Люк Бессон. В Леон Киллер взял, значит, мужчину и маленькую девочку и рассказал историю. Вот тут то же самое, да, но только здесь очень легко, просто. Я даже сказал честно, потому что вот фильм без претензий. Это большая его достоинство, что он абсолютно без претензий. То есть он такой легкий, вот как финальная песня очень легкая, так и сам фильм очень легкий. Я думаю, что это один из самых кассовых, наверное, в Литве фильмов, да? Да, он имел неплохую кассу, но все-таки наши самые кассовые фильмы – это «Редирект за Литву». такой, он крутится по всему миру, и мы его пока не можем здесь притащить, показать, потому что он зарабатывает деньги еще не в Литве, он в Литве очень хорошо, прилично заработал. – Но этого же продюсера в фильмах «Тадо Спринда Начало» – это второй кассовый фильм за 15 лет последних литовского кино. Так, это… А этот я теперь не могу сказать в каком месте. Ясно, что не в первой пятерке, это точно. Но он такой прошел… – Ну, я думаю, что даже бы в российском прокате при хорошей рекламе этот фильм бы тоже мог иметь успех. – Может быть? – Да. – Скажите такого продюсера, я скажу, что у нас в фильме дадим быстрее. – Да. – Да. – Не, ну я думаю, вот коллеги со мной согласятся, да. То есть в России бы мог иметь успех этот фильм при хорошей рекламе. То есть у нас вся проблема только реклама. Как известно, что у нас реклама занимает пол бюджета фильма. Даже если фильм плохой, при хорошей рекламе на него идут, да. – Ах, немножко, немножко, надо субтитры быстро поправить, потому что там… – А это уже не так. – Ну, там удивительно, что у актеров иногда про рассказывают русские фразы. – Да. – Да. – Да. – То есть… – Да. – Вместе. – В сколько лет мы были в Советском Союзе? – Да. – В прелом. – Не, ну это даже приятно смотреть, вы знаете, да, радует слух, да. – Есть. – Да. – Есть. – И поэтому этот фильм кажется родным тоже, когда его смотришь и чувствуешь, там вот, да, кот наплакал, там еще что-то. – Да, да. – Да. – И просто фильм кажется родным очень, да. Почему я говорю, что его… – Я считаю, что мне это не зло. – Да. – Я сто лет не был в кино, первый раз здесь в кино, когда был в постановке в третьем квартале. – А вы скажите, да, вслух вам. – Зеро два такой. – Ой, ну много было, был и охранник для дочери польский фильм, да. – Зеро два, нет. – Много, нет. – Вот если вы посмотрите, как раз вот эта тема, – А, в этом отношении? – Да. – Да. – Более того, тем более, если он идет еще с русским подлинжом, да, это просто очень слабо. – Ну да. – Ну там такой жесткий фильм, типа криминального чтива. – А, ну это не литовский фильм был, наверное? – Нет, это литовский. – Тоже литовский? – Это литовский, именно все. – А, литовский фильм. – А, ааа. – Когда ты еще приезжал, ты несколько лет не занимался. – А, он в свободном доступе. – А, ну я посмотрю в интернете, зеро два, да. – Зеро один, там, начало эту историю. – А, а, он звук в частях, да. – А, он звук в частях, да. – Да. – Помните, вы думаете, концептуальность. – Эмилия, вы еще не задали свой вопрос. – Ага. – Ага. – Ага. – Ага. – Ага. – Ага. – Ну… – Да. – Наш фильм… – Да, ложку дёг тебя хочет, Эмилия. – Ага. – Он приятный. – Ага. 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 – Вам бы вообще надо было легкий вариант смотреть, мне кажется, этого фильма, версию… – Тогда бы… – Я ждала, я ждала. – Вот специально для вас надо было… С одной стороны, я ждала, а с другой стороны, я подумала, что действительно фильм немножко слащевый, и чуть-чуть вот это, потому что в жизни ведь не так, в жизни же не так, все. Так не... Просто для этого и создано, чтобы человек уходил немножко припозь. Да, нет, мы же все согласились, что это легкий фильм, он не претендует ни на что. Да, это мейнстрим. Один раз можно было так, у тебя красивые ножки, ну вот раз и все, и показать, что все-таки... Это вам Лолиту тогда надо пересмотреть. Ну как же, ну не можем так... Актер хороший, конечно. Актер очень хороший, да. Он проживает просто, да. Сейчас переборщится. Не-не-не, он все как вот... Не совпадает с тем, который предыдущий. Такой итальянский, какой-то, конечно, серийный. Ну да. Ну да. Не-не-не-не, это не то кино, чтобы обращать на эти мелочи внимание, серьезно. Да. Да. Это такой... Слушай, а какая девочка замечательная. Да. Как она играет чудесно. Девочка, да. Хотя у нее не литовская внешность, да? Совсем сто процентов. Да нет, она литовская абсолютно. Нет, я говорю, но у нее есть такая... Да. Внешность тоже не арица. Ну да. Нет, нет. Синие глаза, белые волосы. Два двадцать. Ну вы... А что, литовская арийца? Вообще, вы не арийско-литовская внешность. Немножко вы различаете. Да. Да. Это немножко. Немножко другое. Есть? Спасибо. Да. Да. Когда он посыпался, то есть ее лицо было, и все это девочки потом случалось. И я все время ждала, что то ли эта девочка должна превратиться в эту девушку. То ли эта девушка как-то вернется, ну как-то... Она ему принесла или не принесла, слюди как-то? Нет, как будто бы это... То есть я подумала, что это какая-то там магия, что эта девушка превратилась в эту девочку. Ну, как-то показалось. Да. Ну, не знаю. Ну, некуда. По поводу саундтрека. Да. Я не могу сказать. Может быть и так, может быть и так... Скажите, что завтра? Значит, завтра последний день, да? Нет, завтра последний день, да? Да. По поводу саундтрека. Где-то доступно или может быть ссылка на исполнителя? Надо искать по исполнителю. Я думаю, наверное, у фильма есть официальный сайт, да? И там, наверное, можно посмотреть. Не могу теперь сайт. Ну, скорее всего, наверное, есть. Сейчас принято. А режиссер вообще он молодой, да? Да. Да, потому что чувствую, что очень молодой какой-то. Совсем молодой. Какой-то свежий у него вот так. Да, ага. Да. Ага, ага, ага. Ага, ага. Сотворивший, но... Да. Вот. Можно сказать мало, даже не среднего, а молодого. А, вы, наверное, можете по актеру, по актеру найти его... Да. А как его имя, фамилия? Вот актер. Вот. Я думаю, по актеру вы можете по... Да, наверняка у него там есть, да. Записы, да. Наверное. Да. Ну, передайте, что он нам, вот режиссеру, если увидеть самого музыканта, передайте, что вот просто восхищение, да. Восхищение. Не, у него просто редкая харизма такая, да, очень. Я хотела спросить, вчерашний фильм. И я, вчера, вот, ну, вот этот резвийский там актер... Ха-ха-ха. Этот фильм, этот фильм имеет ограничения для молодежи, нет? Он имеет ограничения зрительские, возрастные, нет? Этот фильм. Или его можно... А в любом концерте... Можно вам зайти в литомский сайт, в литом. Там посмотреть, там вся регистрация фильмов по-возрастному. Я не буду... Нет, плюс 18 там было. На афише. То есть, 50-х не, 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 не все. Да, не все. Ну, а, ограничение, а. Может быть, и меньше, может быть, и меньше. 16, я не знаю, надо смотреть. Да? Ну, ясно, что 7, 7 не будет. Ну, 17, пожалуйста. А, в смысле? Так, я знаю, что 50-х уже не пускали, да? Ну, 20, 20. Ну, 20, 20, 10 не будет. Ну, это французский взгляд на Литлевцовское... Ну, это французский взгляд на Литлевцовское...